Глава тринадцатая. День первый. А кто прочитает третий стих из той же первой главы книги Бытие? Спросил дедушка, когда ребята наелись, и бабушка убрала со стола. И тогда Бог сказал, да будет свет, и воссиял свет. Только Бог мог создать свет. Он просто, словом, повелел свету воссиять. Когда мы видим свет солнца, луны или звезд, включаем электрический свет, зажигаем спичку или свечку, будем помнить, что именно Бог создал свет в начале сотворения мира. Он один мог сделать это, потому что Он всемогущий, всезнающий. Он создал свет абсолютно из ничего. Ученые могут давать определения какие-то характеристикам света. Все мы испытываем на себе воздействие света и используем его некоторые свойства. Но только Бог понимает сущность света, так как Он создал его. Юра, прочти четвертый стих. Бог увидел свет и понял, что это хорошо. Затем Бог отделил свет от тьмы. Мы не способны создать что-либо совершенное. Даже если вещи годные к употреблению, они все же изнашиваются, нуждаются в починке, их заменяют, потому что кто-то создал что-то получше. То, что мы создаем, всегда можно впоследствии улучшить. Но все, что сделал Бог, было совершенно, потому что Бог совершенен. Он безизьяна. Бог свят. Прочитай, Славик, книгу Псалмол, 17 главу, 31 стих. А как его найти? Да, я тебе помогу, предложил Саша. Нет, я хочу сам найти, только скажи мне, как. В начале книги есть оглавление. Смотришь, на какой странице, объяснил Саша. Власть Господа всесильна. Слово чисто. Он щит для тех, кто верует в Него. Вот здорово, подумал Юра. Так это можно ничего не бояться? Сашок, а ты открой книгу пророка Исаии, 6 главу, 3 стих. Они обращались друг к другу, восклицая, свят, свят, свят Господь Всемогущий. Он самый святой. Славой его полнится земля. Голоса у серафимов были громкие. А кто такие серафимы? Спросил Славик. Это духи такие. Торопливо ответил Юра. Я тебе потом все расскажу. Ребятушки, помните, что Всемогущий Бог свят. Славик, открой, пожалуйста, и прочти нам пятый стих из первой главы. И назвал Он свет днем, а тьму ночью. И был вечер, а потом было утро. Это был день первый. Бог отделил свет от тьмы. Он назвал свет днем, а тьму ночью. Это был первый день сотворения мира. Ребятки, а что, если мы пойдем и еще у кого-нибудь почистим снег? Разомнемся, пока бабушка нам приготовит обед. Ребята оделись и радостно выбежали на улицу. Небо было ясным, светило яркое солнышко. На улице было морозно, а снежинки искрились, и на них было больно смотреть. Дедушка, казалось, знал весь район, кто и где живет. Они остановились напротив небольшой ветхой избушки. Снег лежал нетронутым, и избушка казалась необитаемой. Здесь живет бывшая школьная учительница. Она состарилась, и ей не подсилует такая работа. Ребята дружно взялись за работу. У них была всего одна лопата и одна метла. Но они менялись, и дело спорилось. Дверь отворилась, на пороге появилась пожилая женщина. Она улыбалась, а в глазах стояли слезы. «Спасибо вам, ребятушки!» «Вот вам гостиниц!» И она протянула небольшой пакетик с сушеными фруктами. «Нет, нет!» – запротестовали ребята. «Мы это так, чтобы размяться!» «Возьмите!» «Это не плата!» «Я просто хочу вас угостить!» «Сил у меня уже нет на такую работу!» «Иван Митрофанович, это не как внуки твои приехали?» – спросила она, обращаясь к дедушке. Дедушка только улыбнулся, посмотрел на ребят и потом сказал. «Внуки, Светлана Георгиевна, мои внуки!» Невозможно было выразить радости, которую испытывали в настоящий момент ребята. Они не смотрели друг на дружку, но это было больше, чем они могли мечтать. Он не назвал их сиротами или интернатскими, а сказал «Мои внуки!»